Функциональное тестирование является неотъемлемой частью тренировочного процесса. На практике, благодаря данным регулярного тестирования, можно отслеживать изменения физической работоспособности. Важные показатели при ступенчатом тесте Аэробный порог, скорость и частота сердечных сокращений в момент аэробного порога. Анаэробный порог или порог анаэробного обмена, скорость и частота сердечных сокращений в момент анаэробного порога. Методика проведения ступенчатого теста. Тест проводят после дня отдыха, замеряют частоту сердечных сокращений и лактат в покое. Проводят разминку 10-15 минут на частоте сердечных сокращений 120-130 ударов в минуту. Замеряют ЧСС и лактат после разминки. Далее, первая ступень, 3 минуты, скорость 10 км в час. Замеряют ЧСС и лактат. Вторая ступень, 3 минуты, скорость 11 км в час. И так далее, доза кисления выше 4 ммоль на литр. Полученные данные заносят в график. Здесь видно, когда наступает аэробный порог, анаэробный порог, смешанная зона и соотношение частоты сердечных сокращений к скорости, соответствующую полученным порогам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова